Всем привет! С вами Женя, упитанный басист из группы 4. И сегодня я расскажу вам о той, с которой я провожу довольно много времени, уже не первый год. Соответственно, о своей бас-гитаре. Вдруг это будет кому-нибудь интересно. Ну, это обыкновенная бас-гитара, и у нее 4 струны. Как вы до этого жили без этой бесценной информации, я не знаю, но теперь она у вас есть. На самом деле, это забавная история. Буквально несколько лет назад, но уже не так уж мало, лет, наверное... Ой, даже не скажу лет 5 назад, а может быть 7, а может быть все-таки 5. Я и не думал, что буду играть на басу. Создавали мы тогда группу под названием Катрин Шрёдингер. И думал я, что буду играть в ней на одной из гитар. Потому что до этого немножко играл на гитаре в группе Gravity, где мы переигрывали всяческих японцев треки из аниме и тому подобную музыку. Но оказалось, что нет басиста. И басиста найти сложно, басист в дефицит. И было принято решение стать дефицитом самому. Самому стать басистом. Вот так, с корабля на бал, я взял в руки бас, начал его осваивать. И буквально через пару месяцев после этого был уже первый концерт Катрин Шрёдингер. Где 5 песен уже или 6, ну сколько-то песен уже я играл. И в итоге вот как-то с той поры и играю. Поначалу я играл на китайской бас-гитаре Самик, которую мне одолжил один из друзей, за что им большое спасибо. И басуха, кстати, была, но не самая плохая в мире. Вообще не самая плохая. А потом мне повезло и в 13-м году я приобрел вот этот инструмент. Это Fender Precision серия American Special, соответственно, американской сборки. Который я очень удачно взял с рук у человека, которому требовалось срочно продать инструмент. И с той поры играю и радуюсь. И в принципе ничего больше в плане той музыки, которую мы исполняем, наверное, и не надо. Иногда, когда какой-то тяжелый кавер надо сыграть, или не тяжелый, просто там находящийся достаточно в низком регистре, иногда возникает желание, чтобы была пятая струна. А потом оно проходит, в принципе. Потому что можно обойтись и без этого. И последнее, чем мне еще очень дорог этот инструмент. Ну, не только тем, что он звучит. Звучит она отлично в любом видео, в любом состоянии. Держит строй, удобный гриф, это все понятно. И вот на этом удобном грифе, вот здесь вот виден автограф. Мне довелось познакомиться и попросить расписаться на басу замечательного человека Игоря Тихомирова. А, собственно, это басист группы Кино. Так что когда-нибудь моя басуха приобретет еще и коллекционную ценность. Ну, а пока она служит для того, чтобы мы играли нашу музыку. Собственно, о любом инструменте можно говорить много-много. Идут споры на форумах, какая древесина лучше, какие звукосниматели. Вот, честно, я в это не вдаюсь. Мне достаточно того, что инструмент удобный, на нем удобно играть. А какая там древесина, что, как, он звучит. Это главное, он звучит, и на нем можно писать музыку. Чем я, собственно, в группе 4 с этим инструментом в том числе и занимаюсь. Вот. На этом про басуху, наверное, все. Зато в следующий раз я расскажу вам о том, почему в некоторых наших песнях звучит вторая гитара, хотя ее там нет, но она как бы есть, и каким образом это сделано. Спойлер. Мы не пользуемся фонограммой, подлогами, подкладами, как это ни назови, заранее записанными аудиодорожками. Все происходит в реальном времени. Все по-честному. Об этом я расскажу в следующий раз. А пока что, если вы хотите, чтобы следующий раз был, поставьте лайк этому видосику. Всем пока!